Лена, расскажи, пожалуйста, зачем альт отличается от скрипки? Альт, в первую очередь, все правы, он больше, чем скрипка. И у него есть значок, он по процедуре ниже, чем скрипка на скрипке. Ну, в принципе, это все остальные отличия. Легко ли играть на альте? Ну, вообще принято на альте переводителям учиться на альте людям более крупным, потому что это физическая нагрузка больше, чем на скрипке, расстояние больше. То есть, если на начале еще больше, то руки, естественно, ставятся вниз, кровь приливает вниз, это полегче. А тут все ложится на верхний плечевой пояс, и поэтому человек должен обладать определенной силой, плюс большой ладошкой, растяжкой, чтобы все это освоить. Можешь немножко рассказать об истории инструмента? Инструмент этот появился на стыке 15-16 веков в Италии. Это он из семейства виол, до этого было виолы, большие, он немножко похожий, но они немножко другой формы, тут более других конфигураций. Он появился первым, а после него уже пошли маленькие виолы, оливьи скрипты, и большие виолоны, это контрабасы, и виолон большой бас, и уменьшенный бас, это именно она часть. Почему ты выбрала именно этот музыкальный инструмент? А я его не выбирала, он меня выбрал сам. Это хорошее существо. Почему ты выбрала именно этот музыкальный инструмент? Ну, я в принципе его не выбирала, он меня выбрал сам, потому что я родилась большой, крупной, и к 11 годам я просто выросла из большой целой скрипки, она мне стала мала. Моя педагога была альтистка, и она в 11 лет выдала мне альты, сказала, давай играй. И вот с тех пор я играю на альте, я бы не сказала, что я представляю, что я играю на чем-то другом. Спасибо.